Мой знакомый бракоразводный адвокат счастлив. Во время карантина рушатся семьи. Часто со скандалом, часто с насилием. Домашнее насилие вообще в России тема острая. Две трети убийств в России совершаются на почве семейных конфликтов. 40 процентов тяжких и особо тяжких телесных повреждений совершаются в семье. Алена Попова одна из самых заметных фигур в общественном движении против домашнего насилия. Движение за защиту женщин от насилия. Привет, Алена. Здравствуй. Ален, у меня к тебе вопрос сразу странный и не связанный с насилием. Напротив меня в скайпе сидит девушка с инстаграмной внешностью. Ты занимаешься очень много лет общественной работой, общественной деятельностью. Мы с тобой знакомы с 2011 года в среднем протеста. По крайней мере с этого времени ты в этом. Тебе доверяют люди? Я думаю, что доверяют тому, что я делаю. Не знаю, доверяют ли они мне, но они доверяют тому, что я делаю, потому что есть результат. А жертвы насилия начали говорить, о законе начали говорить. К ряду преступлений начали относиться серьезно. Я думаю так. Не уверена, что если мы сейчас спросим всех людей, доверяете ли вы Алене, они скажут да. Я думаю, они скажут да. Доверяете ли вы, что борьба с домашним насилием является эффективной? Вот тогда они, наверное, ответят да. А ты сама сталкивалась с домашним насилием? Я не сталкивалась, но стала заниматься этой темой, потому что 8 лет назад я как раз избиралась в Московскую городскую думу по своему домашнему округу, где я живу в Москве. И ночью мне позвонила моя подруга, она живет в регионе, и она была на восьмом месте беременности. Мы с ней ходили в один детский сад, поэтому это мой родной человек. То есть я к ней отношусь как к семье. И она попросила приехать. И я приехала сразу же в тот же день. Увидела ее синее тело, ребенка она потеряла. В коридоре стоял ее насильник. Я, конечно, вот по своему характеру выбежала в коридор и ему сказала все, что я о нем думаю, и сказала ему, что я тебя посажу. Ну, если переводить с русского матерного на русский литературный. И потом я выяснила, что посадить я его не могу, закона такого нет. Если она не скажет, что это сделал он, то вообще придраться не к чему. Она сказала, что она с лесенки упала. Ну, и пошло-поехало. Хотя любой эксперт скажет, что такой характер повреждений с лесенки не получается. То есть бьявные удары ногой в живот, бил он ее ногами в живот. Он до сих пор на свободе, кстати, к слову. До сих пор на свободе. А меня внутренне греет вот эта, или так драйвит мысль, что я в том числе ему пообещала, что никогда, пока я жива, он не поднимет руку ни на кого. И вот это моя личная мотивация, почему я, она действительно очень личная, почему я занимаюсь, очень упорно занимаюсь этой темой. И намерена ей заниматься, пока не примут закон. И потом намерена контролировать, как этот закон исполняется. Ален, по статистике, чуть меньше 70 тысяч в год регистрируются преступлений на почве домашнего насилия. Но мы же с вами понимаем, что это неправда. Это неправда. Я доверяю статистике Росстата. 2011 года Росстат опросил людей. Большая выборка была подвергальна, если вы домашнему насилию, четырем видам – экономическому, психологическому, сексуальному и физическому. Я сложила проценты и посчитала в общих величинах. Это получилось 16,5 миллионов жертв насилия в год. Если у нас на 2011 год была цифра 16,5 миллионов, то эта цифра не изменилась на 2020 год. Потому что прошлое не изменить в будущем. У нас есть такое количество жертв. Безусловно, очень малое количество дел доходит до суда. Очень тяжело. Но концептуально 16,5 миллионов человек не заявляют о насилии все. Если бы они заявили о насилии все, тогда бы мы увидели реальные цифры. Но проблема в том, что в отсутствии нашего закона никто не знает, а что такое домашнее насилие. То есть статистику МВД у них еще и нет своей собственной методологии, как они выявляют, что это домашнее насилие или нет. Сейчас они, например, учитывают убийство между близкими лицами. То есть так называемая поножовщина. Когда участковый выехал на побои, помахал ручкой, сказал, что это ваше семейное дело, уехал, следующий вызов на этот же адрес 100% будет на поножовщину. Поножовщиной они называют на самом деле либо самооборону жертвы насилия, как был случай Наташи Тунниковой, когда предварительно ее из мудохов до полусмерти и ее сожитель тащил ее за волосы, выкинуть с 16 этажа с балкона. И она схватилась за нож. Да, это называется у них поножовщина. Это не поножовщина. Кстати, он выжил, у него довольно легкие были ранения. Да, он на 3 мм нож вошел в его мягкие ткани, а он уехался спокойно отдыхать. Наташа несколько лет была под уголовкой и вполне себе на десяточку могла уехать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что с этим делать? Я уверена и на 100% свое мнение не изменю никогда, что нам нужен закон. Не потому что я верю в том, что у нас великолепное право применения, и как только появится закон, значит, все резко изменится. А просто потому, что мы получим определение домашнего насилия, и у нас появится реальная статистика, которая, я уверена, всех повергнет в шок. Второе. То есть у нас появятся защитные механизмы или профилактические меры, например, охранные ордера, специальная бумага, которая позволяет насильнику не дойти до красной черты, которая позволяет насильнику пройти курсы по работе с гневом, которая позволяет жертве не убегать из дома ночью в тапочках в 40-градусный мороз, как это стандартно происходит. А когда она остается на территории, где она проживает, а насильника оттуда изолирует, да, это другая история. Это когда вся мощь государства на стороне жертвы, а не на стороне агрессоров, это сейчас. И третье. Когда все дела о домашнем насилии станут частно-публичным и публичным обвинением. В переводе с русского на русский. Когда жертва будет писать заявление, ее будет защищать государство. И когда она может вообще не писать заявление, но все равно ее будет защищать государство. А не как у нас сейчас. Она должна за свои деньги нанять адвоката, написать заявление, отбрыкиваться в суде от вопросов. Вы точно уверены, что он вас 20 раз головой о стенку побил? Вот Елена Борисовна, вчера вы утверждали, что 17, видите, вы же истеричка, может, у вас вообще какие-то буйные фантазии. Что, кстати, у вас там с гормонами? Это стандартные вопросы, которые часто в суде задают женщинам. При этом, значит, она все это делает за свой счет, переживая повторное насилие. Рядом сидит холеный агрессор, обычно это так, и ему за наши налоги по 51 статье предоставляется бесплатный адвокат. Вот это все в нашем законе меняется. А дальше, я уверена, на вопрос отвечая, что делать, дальше у нас вступает принятие закона и общественный контроль его исполнения. Что такое общественный контроль? Абсолютная нетолерантность общества к насилию. Я сейчас вижу, что это так, и не только в Москве, потому что за время карантина нам пишут со всех регионов Российской Федерации. Это не норма, уже становится зазорным применять это насилие. И слава богу, несмотря на все усилия РПЦ и ультрафундаменталистов, ненормальным становится насилие. И дальше контролировать, выехала полиция, что это она не выехала, законы полиции же действуют. Как она применила этот закон? Ходить на суды друг к другу, стандартная активность, к которой привыкли все политические активисты. Ходить друг к другу на суд, это очень важно. В общем, вот это и делать. Все, что мы делаем по любому вопросу по защите униженных и оскорбленных, делать в данном случае по защите жертв насилия. Ален, ты наверняка привыкла к этому вопросу, и он логично вытекает из особенностей нашей российской жизни. Когда ты все это рассказываешь, я думаю, что большинство не очень искушенных, а эмоциональных наших зрителей и слушателей скажут, а зачем мы снеси в суд женщине? Пусть разводится и уходит от него. Зачем это терпеть-то? Вот это все. Да пусть уходит, пусть она его бросает, к черту и уходит. Не нравится? Уходи. Наверняка же именно это тебе отвечают. Да, очень много людей, которые не сталкивались с домашним насилием, и это хорошо, что не сталкивались, они считают, что жертва дура сама виновата, терпит 20 лет, и что это она только сейчас-то вспомнила, пусть уходит. Значит, отвечаю на этот вопрос, самое опасное время для жертвы это как раз тогда, когда она уходит от агрессора. В российской этой федерации уж точно. У нас нет термина преследования, то есть сталкивинга, это когда агрессор бегает по пятам, угрожает, бьет, взламывает все аккаунты, вообще просто там столько случаев, жертва никак не защищена. Очень часто помещается на чашу весов, например, я уйду, он меня убьет. Стандартное дело в прошлом году дважды через неделю произошли, два раза друг за другом произошли два случая. Один в Челябинской области, воспитанницу детского сада Оксану Садыкову, преследовал ее муж, как раз домашний агрессор, которого она ушла, настиг ее в подъезде и зарезал на глазах собственного ребенка. И сразу же за этим в раммингах на детской площадке прицепился такой же домашний агрессор к своей бывшей девушке и тоже на детской площадке зарезал ее на глазах ребенка. Вот это отвечая на вопрос, чего они не уходят. Они ушли, они ушли, они поставили себя в состоянии абсолютной небезопасности. И очень часто на жертву навешивают гири, дура сама виновата, неси свой крест. Что-то сразу мужика что ли не определило, пороже жидно, что агрессор. И начинается вот эта шарманка одно по одному, плюс отсутствие кризисных центров. И я все-таки напомню, да, Регину Тодоренко, и сама, наверное, довела ничего страшного под затыльник. С Региной такая история. Мы с Региной разговаривали сразу после того, как началась вся эта большая масштабная кампания о нетолерантности к насилию. Большое спасибо еще раз нашему обществу. Регина вообще не разбирается в теме. Она как раз продукт той культуры ультрафундаменталистской, которая внушает, что женщинам нравится, что избьют. Женщинам нравится быть ситуацией жертв. Они этим пользуются активно. А потом, через 20 лет, значит, им что-то не понравилось, они решают наказать своего буквально благодетеля за то, что он там мутузил тебя много лет на три семьи. Эту установку, конечно, надо менять, хотя она возникает в том числе из нашей литературы. Вот у Шолохова в «Тихом доне», я всегда привожу этот пример. Степан возвращается с войны, Аксинья что говорит? Наклонив голову, Аксинья говорит «бей, Степан». Бей, Степан. И дальше у нас прекрасное и подробное описание, как он ее волочит, значит, в отбор, розгами избивает, и ногами, кстати, в живот избивает, и за волосы таскает, и Аксинья это воспринимает как должное. Ну, естественно, в патриархальной домостроевской культуре это есть. Но сейчас 21 век, мы абсолютные в России женщины, демографическое большинство, все-таки нас 77 миллионов, мужчин 66 миллионов, да? Ну, то есть, как абсолютное демографическое большинство, мы в состоянии перевернуть эту культуру. Поэтому тут, почему она не уходит? Потому что все вокруг плохо. В статистике есть латентная абсолютно группа лиц, и латентные преступления, о которых мы сильно переживаем. Это пенсионеры обоих полов. То есть бабушки и дедушки очень часто подвергаются насилию со стороны близких лиц, особенно если есть алкогользависимый, кто-то рядом, отбирают пенсию, морят голодом, избивают. И это тоже надо помнить. Дети обоих полов в статистике, которые абсолютно точно никуда не обращают. То есть, если ты ребенок, ты воспринимаешь родителя как авторитет, он тебя избивает, но ты поплачешь. Ну, куда ты обратишься? Да, в основном дети не знают. Плюс, конечно, 5% жертв все-таки мужчины. У мужчин еще одна есть стигма. Куда я буду обращаться? Куда я пойду? Я же мужик. Чего там такого? Ничего не происходит. Никому не могу про это рассказать. Поэтому со всех сторон в отношении насилия со стороны государства в России все плохо. А почему российское государство так упорно, не подписывает никаких конвенций против домашнего насилия, не участвует ни в каких международных правилах. В 127 странах принят закон... В 156. В 156 домашнем насилии 127 стран выписывают охранный ордер. Это подавляющее большинство стран, которые защищают жертв домашнего насилия. Почему так упорно? Россия не хочет защищать жертв. Оль, спасибо большое за этот вопрос. Это самый главный вопрос. Значит, мы не единственные на постсоветском пространстве, отличившиеся тем, что мы, как государство, не приняли конвенцию МОД. Это международная организация труда, в которой в прошлом году она принималась. Потрясающая конвенция. О защите от всех форм насилия на рабочем месте. Куда входит домогательство, напомню, домогательство — это тоже насилие. А также все виды иного насилия, которые есть вокруг нас. Тип абьюза. Россия не ратифицировала Стамбульскую конвенцию из-за того, что там есть слово «гендер». Ультрафундаменталисты, включая представителей Русской Православной Церкви, говорят, что это такое? Это же влияние Запада на нашу высокодуховную культуру. Какие там гендеры? У нас есть мальчик и девочка. Все, приехали. Нечего нам здесь, будем сексуализм плодить. Это единственная формулировка, которая постоянно звучит против ратификации Стамбульской конвенции, в которой указано, что насилие есть наивысшее зло. Плюс еще, конечно, когда Россия отчитывается в комитет СИДО, есть комитет ПРИОН, который называется «Комитет о ликвидации всех форм неравенства в отношении женщин». Россия туда шлет потрясающие отчеты. Например, Минюст в прошлом году написал, что, вы знаете, у нас насилие в основном мужчины подвергаются. Чего вы к нам про женщин-то говорите? У нас мужчины страдают от насилия, а женщины — это так, само собой разумеется. И несмотря на то, что Россия входит, и мы входим в кучу всяких разных комиссий, сидим на всяких разных комитетах, протираем штаны, у нас мозоль уже везде, и на языке в том числе, рассказываем нашему государству, приводим пример, приводим жертв домашнего насилия, все равно звучит две, абсолютно две точки зрения, почему не надо принимать закон насилия. Две. Первое. Нам не нужны гомосексуалисты, здесь всякие разные, вообще гендера не существует. Это понятие страшное, которое придумал Запад, чтобы разрушить Россию великую, Третий Рим наш. И второе — это, что жертвы насилия, в основном женщины, будут манипулировать несчастными мужчинами, оставлять их без имущества, и вообще эти злобные ведьмы также хотят разрушить Россию. Мы же вообще молчим про феминистов. Вот эти два аргумента, которые не аргументы, а просто эмоциональная ложь, доширак на уши населения, оно, к сожалению, конечно, работает по методичке Геббельса. Значит, что такое методичка Геббельса? Надо страшно испугать всех жуткой ложью, и лучше, чтобы это было эмоционально. Если, а это бывает очень часто, муж не бьет жену, потому что ты говорила еще о других видах насилия, он не бьет жену, он говорит ей все время, ты дура, сиди молчи, твое место до кухни, щи варить, рот закрыть, я уйду в любой момент, ты останешься без куска хлеба. И он сделает это, она знает, она отдала ему 20 лет жизни, проработала рабыни на кухне, в конце концов, он встречает молоденькую, уходит, она остается с этим борщом, и правда без копейки денег, и без перспектив. Ей 50, у нее есть борщ, взрослые дети, которые, в общем, не очень ей интересуются. Это насилие? Да, это психологическое насилие и экономическое насилие. Два примера, два вида насилия. Мы их четко расписали в законе. Закон, кстати, можно прочитать на сайте тыни1.ru слэш закон, текст закона с нашими комментариями, как с автором. Законопроекта? Законопроекта, это же не закон. Да, но я его называю закон, потому что эмоционально я верю, что он будет принят. Точнее, рано или позже. Вот, да, законопроект. Собственно, в нем как раз четко прописано, что есть экономическое насилие и что есть психологическое насилие. К вопросу о психологическом насилии ты дура, жирная корова, у тебя ничего не получится, или ты худая, дистрофанка, на тебя никто смотреть не будет. Это все цитаты, которые из разного раз повторяются в разных историях жертв насилия. Это, конечно, жуткая вещь. Психологическое насилие у нас есть уже в составе преступления в отношении детей, жестокое обращение с детьми. И Верховный суд нам разъяснил, что такое психологическое насилие. Поэтому здесь двух мнений быть не может. Мы просто скопировали в наш закон разъяснение Верховного суда. И, собственно, это тяжелейший вид насилия. В случае всех жертв насилия сначала и первый шаг к физическому насилию всегда эмоциональное или психологическое насилие. Когда насильник старается взять жизнь жертвы под тотальный контроль и принизить ее человеческое достоинство до той степени, что у нее начинаются созависимые с ним отношения. То есть она считает, что если он пропадет из ее горизонта и, в принципе, из ее жизни, то жизни-то как бы больше не будет. Это жесткая психологическая манипуляция, которая, конечно, безусловно, является насилием. Но что здесь важно сказать, это то, что психологическое насилие очень часто применяют мамы по отношению к детям своим. И все-таки законодатель уже очень давно поместил 156-ю статью в Уголовный кодекс Российской Федерации. Вот это жестокое обращение с детьми. Указал, что есть психологическое насилие. У нас каждый раз в наших дискуссиях вопрос. Люди, дорогие граждане, если вы, вот ультраконсерваторы, пожалуйста, Лена Борисовна Мизулина, нынешнее лицо всей борьбы против насилия, да, Сената, вы поместили в Уголовный кодекс статью о жестоком обращении с детьми. Чего мешает поместить об отдельный закон статью о психологическом насилии, которое то же самое, только в отношении всех лиц, всех граждан Российской Федерации. И все время поехали вот эти консервативные аргументы, вот эта шарманка, что нет психологического насилия, что вы там выдумали, это вообще не насилие, а что такого. Ну, сказал вот эта знаменитая цитата Мизулиной, сейчас я ее вспомню на память. Нет такого оскорбления, которое мужчина может нанести женщине, ударив ее, как то оскорбление, которое женщина может нанести мужчине словом. Вот такая история у нас, почему, значит, это психологическое насилие не воспринимается всерьез, равно как и экономическое. То есть, простите, вот эта фраза означает «заткнись, дура», да? Да, 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 «заткнись, дура» — это нормально, ну что такого. А экономическое насилие — это тоже важная история. Значит, экономическое насилие появилось в нашем законопроекте на самом деле изначально не по поводу женщин, а по поводу пенсионеров. Значит, пенсионер в России, стабильно получающий пенсию, является абсолютно точно жертвой близких лиц, родственников, друзей родственников, людей, ведущих совместное хозяйство, которые лишают его законных средств к существованию. Отбирают, например, пенсию и потом уже начинают, конечно, применять физическое насилие. Таких историй просто миллион. В прошлом году летом нам звонила бабушка, ровесница моей бабушки, то есть моей бабушке 90 лет в этом году. И вот в прошлом году, 89 лет, звонила женщина Ивановской области, она, значит, рассказывает про то ровно, вот что есть экономическое насилие. Отбирают пенсию, бухают на нее и дальше применяют в ней уже физическое насилие. Приходят участковые, куда их расселить не знают. Говорит, бабка, давай-ка ты отсюда куда-нибудь в дом престарелых. Она говорит, что это я этот дом на своем горбу построила, здесь его сделала. Я привыкла здесь жить, мне уже сколько лет, никуда не пойду. Ну, значит, ты дура сама здесь и выбираешь жить. И уходит. И сколько я ее предлагала, говорит, давайте мы вас выведем, давайте волонтеров к вам отправим. Она говорит, нет, принципиально, принципиально нет, я всю жизнь здесь, все, что есть, сама строила и не собираюсь отсюда уходить. И потом она пропала со связи, я абсолютно точно предполагаю, что случилось. Это наша общая боль, поэтому экономическое насилие, экономическая небезопасность граждан, это суперострая проблема. Значит, Россия одна из самых богатых стран в мире по природным ресурсам. Вне зависимости от колебалий, цен на нефть не меняется положение России, мы добываем кучу природных ископаемых. и при этом 21 миллион нищих. 67% среди нищих это женщин. Я молчу про пенсионеров. Мы говорили с тобой до сих пор о семейном насилии, о домашнем насилии, но когда мы с тобой говорим еще и о психологическом насилии, а возможно и об экономическом, сразу встает вопрос рабочие отношения. Женщина на работе. Я думаю, что 100% из 100, по моему опыту, женщин подвергаются на работе психологическому насилию. Мы просто не знаем, что это. За этот вопрос тоже огромное спасибо. Значит, насилие на рабочем месте это любые нетрудовые отношения, которые нарушают ваши личные границы. Это простое определение, которое стоит запомнить каждому и каждому. Значит, никакой кэтколлинг, например, вы идете, вот я одеваюсь, правильно вы сказали, абсолютно инстаграммно. Вот я иду, например, по, я не знаю, офису, и мне свистят в спину или отвешивают комплименты, какая у тебя задница, Алёна, да? Если я не хочу слышать эти комплименты, поворачиваюсь и говорю, прекратили нарушать мои личные границы, это продолжается, это кэтколлинг, то есть это унижение моего человеческого достоинства. Это попрание моих прав, то есть у меня есть куча всяких разных неотъемлемых прав. И я при этом спрашивала, проводила опрос, какое количество женщин оценивают, что они попадали в ситуацию, например, кэтколлинга. Все абсолютно, кого я опрашивала, попадают в эти ситуации. Женщины вне зависимости от внешности, возраста, вообще вне зависимости, просто постоянно. Потому что нетрудовые отношения это также отголосок культуры, что мужчина главный, а ты выполняешь второстепенную роль. Плюс, что важно, это, конечно, харассмин. Это домогательство, причем с домогательствами сталкиваются две трети женщин на работе. Очень часто ты не идентифицируешь неуставные отношения как домогательство. Люба Герасимова, многодетная мама, полицейская, проживает в Челябинске. Значит, начальник ее на тот момент подполковник начал к ней домогаться, она ему отказала. У ИВД есть зеловая репутация. Отличный бизнес. Ну, они считают. Отличный бизнес. У меня сейчас сложный вопрос. Я, наверное, догадываюсь, что ты ответишь. И боюсь этого. Мету и процесс а-ля Харви Ванштейн. Очень часто слышно от мужчин, что спустя 20 лет ситуация изменилась, и то, что рассказывает женщина, тогда все было хорошо и добровольно, а теперь над чем-то недовольна, потому что времена изменились. расскажи, что ты думаешь о приговоре Харви Ванштейну 23 года, и, в общем, не было заявлений до последнего времени никаких. Ну, и вообще, Мету часто выглядит, выглядит как инструмент огорченных женщин. Харви Ванштейну дали 23 года за реальное преступление тяжкое, которое называется изнасилование. То есть, это не обвинение в домогательствах, а он получил основное обвинение по изнасилованию. Я абсолютно поддерживаю приговора Харви Ванштейну, потому что я считаю, что если вы находились в рабстве 20 лет назад и через 20 лет вдруг со всех утюгов вам стали говорить, что рабство, оказывается, это плохо, и вы осознали, что вы человек, личность, у вас есть права, и вы решили защитить свои права, это не отменяет того факта, что вы 20 лет были в рабстве, и вы делаете абсолютно правильно. Я здесь в данном случае считаю, что здесь нет огорченных женщин, здесь есть люди, которые начали, причем начали под очень сильным давлением, под огромным количеством помоев, сколько их там заливают помоями до сих пор, говорить то, что с ними происходило. Когда мы проговариваем что-то, мы помогаем другим людям, находящимся сейчас в этой ситуации, осознать, что из этой ситуации есть выход. Например, Люба Герасимова, когда начала говорить о неуставных отношениях в полиции, она помогла очень многим женщинам в полиции разных регионах, я это знаю, то, что они к нам обращаются, осознать, что это ненормально. Поэтому МИТУ, мне кажется, большое количество людей, как я, с точки зрения придерживаются, сделали очень большую работу, провели большую работу, чтобы во всем мире начали говорить о том, что надо принимать новые кодексы этики в компаниях, что надо вносить изменения в законодательстве. И Сибирный банк сделал огромный, очень хороший отчет по законам в сфере домогательства в разных странах мира. И когда мы видим, какие там наказания тебя домогали, если там будет какой-то небольшой штраф, но это, конечно, из ряда вон. Домогательство это такая же страшная штука, собственно, как и изнасилование. Это примерно то же самое, что по бою и дальше по ножовщине. То есть, если в первом шаге домогательства он просто гладит тебя по лапку, которую он называет просто распускай руки, ну, если так, чуть-чуть, да, это вот Слуцкий, например, депутат Государственной Думы, который гладил по лапку Фаридуя Рустанова журналистку BBC при наличии аудиозаписи. И, как мы знаем, комиссия по этике, а равно как и прокуратура, куда мы обращались, не нашла поведенческих нарушений в поведении Слуцкого. Ну, здесь, конечно, не поведенческие нарушения, здесь нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации. Но от этого шага очень близко к изнасилованию. И если мы не защищаем жертв домогательств, мы также говорим жертвам изнасилования, а мы с вами знаем, что это вообще самое молчаливое преступление. Очень тяжело прийти в полицию и заявить о том, что тебя изнасиловали. Потому что полиция в основном мужчины. Стандартный случай, если тебя изнасиловал твой собственный муж, а это вообще я много раз наблюдала. Ты приходишь в полицию с жертвой, она говорит, что меня изнасиловали, ей задают вопрос, а вы знаете, кто? Обычно же так, а вы знаете, кто вас изнасиловал? И вот она говорит, да, это мой собственный муж, и они начинают ей в лицо смеяться. И мы все отвечаем таким прекрасным сотрудникам полиции, просим прощения, а где в уголовном кодексе сказано, что муж тебя может насиловать? Приведите, пожалуйста, эту статью быстренько нам о том, что-то запамятовали. Но это есть. И поэтому, если мы не защищаем жертвы-могательств, мы не защищаем жертвы-насилования. А мы должны это делать. Что делать с этим кейсом? С кейсом Слуцкого, который не дает мне тоже покоя, потому что прошло много лет уже достаточно, и мы видим, что у депутата Слуцкого все отлично. У него прекрасное пиар-сопровождение, у него чудесная поддержка в Думе, и не только в Думе, на самых верхах. И кто у нас главный депутат-международник? Конечно же, наш золотой бриллиант в Леонид Слуцкий. Что с этим делать? Вот я на самом деле предлагала Слуцкому сразу же обратиться против нас в суд, то есть против меня, как человека, который публичит эту историю, против всех, кто публичит эту историю, и всех трех девушек, которые выступили публично против него, и в суде доказывать, что он не домогался. Алена, ты говоришь про наш суд, мы все знаем про наш суд. Я знаю, да, я туда все время он встанет на сторону Слуцкого. Я там проигрываю. Конечно, это не значит, что не надо ходить в суд. Это значит, что надо ходить в суд. Да, пусть там будет отрицательная судебная практика, просто общество начинает наконец-то слышать, что суд не суд. Это важно. Когда мы молчим, и не... Вот этот стандартный аргумент, который к нам, например, прекратили применять, когда мы чем-то недовольны, раньше наша власть что говорила? Что они там орут на площадях, пусть идут в суд. Теперь мы и на площадях, и в суде. Аргумент пропал. Теперь они не знают, какие контраргументы выдвигать. Да, они зато эти аргументы выдвигают нам в решении судов. Из разряда, например, все хорошо, давайте идите заткнитесь, у вас нет никаких прав. Но технически все равно это не аргументы. Это, еще раз повторяю, доширак на уши, и здесь уже мы сильнее. И чем больше будет таких процессов, тем более сильными мы будем. А тебе не кажется, что все это бессмысленно? Бессмысленно России нам с тобой сейчас говорить о том, что мы должны примкнуть к тем 156 странам, где есть закон о домашнем насилии, к тем 127 странам, где есть охранные и судебные ордера. Потому что у нас у власти альфа-самцы и один уж точно большой альфа-самец, которому на нас с тобой глубоко насрать. Ну, поскольку мне на себя глубоко не насрать, как и на вас, как и на всех окружающих, я себя уважаю, вас уважаю и граждане страны уважаю, я считаю, что вот его мнение в отношении нас для меня никакой роли не играет. А то, что мы становимся все сильнее, это факт. И то, что они нас поэтому стараются давить, закручивать гайки, устраивать нам цифровую диктатуру, концлагерь и так далее, это тоже понятно, почему. Чем сильнее мы, тем сильнее их методы защиты себя. Но, нет, мне не кажется, я человек борьбы, долг каждого человека это уважать себя. Поэтому, ну что, лапки сложить и ждать, пока все это накроется медным тазом, оно, кстати, в любом случае накроется медным тазом. Может быть, оно накроется, меня тоже часто спрашивают, а вот, Ален, не думаешь ты, что оно накроется медным тазом, у маргинала тебя сожгут, значит, на месте стрелецкой казни, подбрасывая дровишек в огонь с воплями «Гори ведьма». Да, может быть, так и будет. Но это не значит, что еще раз надо забиться в угол, сложить лапки и терпеть вот все это окружающее. Это моя точка зрения. Ален, а личный вопрос можно? Да. А ты замужем? У меня прекрасные личные отношения, я против брака, поэтому я не замужем, но в хороших, очень личных отношениях. То есть, есть мужчины, которым можно доверять? Потому что после разговора сейчас у меня сложилось ощущение, ну их нафиг все, их. Нет, 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 у меня великолепный партнер, у меня прекрасная совершенно семья, у меня прекрасная совершенно и старшая семья, то есть, у меня великолепные отношения с папой, с моим. У меня огромное количество друзей, мужчин, которые меня в том числе поддерживают, сильные, причем успешные люди. И нет, конечно, не дано их нафиг, дано нафиг насилие. Еще раз, когда мы говорим о насилии, мы говорим не о том, что человек это плохо, мы говорим, что человек, применяющий насилие, с точки зрения применения насилия, это плохо, люди все несовершенны, они биологические алгоритмы, как биологические алгоритмы, мы зло. Но это же не значит, что в данном случае все люди зло, нет. Я вот не приветствую этой фразы, я феминистка, но не приветствую этой фразы, что все мужики сволчьи и козлы нет, конечно. Никого под одну гребенку никто не делает. То есть, я говорю о том, что применение насилия, это очень плохо, насилие не должно одобряться, и с ним нужно бороться. Если нельзя подвергать психологическому давлению на работе, во время учебы, как различить слова о том, какая у тебя красивая фигурка, какие у тебя симпатичные ножки, если он правда хочет как-то с тобой ухаживание, комплименты. Да, конечно. Это твое собственное восприятие. Если ты оборачиваешься и предупреждаешь человека, что тебе это не нравится, и человек уважает твои права на личные границы и прекращает это делать, значит, все, что следует за тем, что ты попросил или попросила прекратить эти действия, это нарушение твоих личных границ. Если ты воспринимаешь это как флирт и подстраиваешься под эту игру, и тебе хорошо, это не нарушает твоих личных границ, то значит так. Но еще очень важно, что надо воспринимать, и это суперштука, которая есть в Швеции, так называемое согласие, что ничего страшного нет, если человек спрашивает, можно я тебе положу руку на колено, можно я тебя поцелую, а не хочешь ли ты заняться со мной сексом? И если ты слышишь в ответ нет, значит, это нет. Если ты слышишь в ответ да, значит это так называемый консент или согласие, и это да. Тогда многие спрашивают, пропадет ли романтика. Швеция доказывает, что романтика не пропадает в данном случае, а вот что пропадает, это пропадает опасность насильственных отношений. Кстати, да, много раз я была в Швеции одна, и днем и вечером, когда ты одна стоишь там на пропете и куришь, подходят симпатичные мужчины и говорят, не хочешь ли ты пойти заняться с ними сексом? А первые три раза это было удивительно. Когда ты говоришь нет, они отходят. На четвертый раз я задумалась. Ну то есть это было симпатично, это не было обидно. Вопрос про родственников. Ведь очень часто женщина идет со своими проблемами к кому? К матери, к старшей сестре, к другу семьи, к подруге и жалуется на свою тяжелую ситуацию и чаще всего она слышит «терпи, доча». Значит, в случае насилия женщина в основном обращается к двум категориям лиц. Первый – она звонит маме, второй – это она звонит подруге. Мама в основном действительно в Российской Федерации говорит даже не столько «терпи, дочь», сколько «если есть дети», она говорит «подумай о детях, что будет с детьми, если их отец будет осужден». Некоторые говорят «до нормальный мужик тебе причудилось». В случае, например, с рядом жертв насилия мамы действительно настаивали, чтобы жертвы насилия оставались насильником и заканчивалось это трупом жертвы. или подруги. Подруга в основном как раз это тот человек, который тебя из ситуации насилия вытаскивает. Обычно подруги приезжают, обычно живут жертву подругу своих. Проблема здесь заключается в том, что ни мама, ни подруга на самом деле не обязаны защищать жертву. Жертву обязаны защищать государство, поскольку жертву обязаны защищать закон. Послушай, есть же домашнее насилие, которое было очень распространено, например, в моей ранней юности, когда мама тебе говорит «Дочка, переспала с парнем замуж, вот за него замуж, домой не пущу, вподоле мне принесешь». Это же тоже насилие. Мое тело, мое дело. И когда мать и отец, я не знаю, старшие, наверняка до сих пор распространено. 30 лет назад это было просто практически повсеместно, даже в Москве, даже в столицах. Переспала – давай замуж. Да, я считаю, что это насилие. Ну, конечно. Это давление, отсутствие половой свободы, абсолютное насилие. Но я разговаривала с бабушкой еще раз, ей 90 лет, и очень много вопросов я обсуждаю с бабушкой. Как с представительницей как раз культуры, где вроде номинально мужчина и женщина были равны единице труда. Бабушка у меня советский инженер, и получала достаточно хорошую зарплату, ездила по всей стране, и работала в мужских коллективах. Поэтому я все время спрашивала, как вот это вот одмогательство, а насилие в целом, а вот это брак. Бабушка у меня достаточно поздно вышла замуж. Ну, для меня все, что насаждается с точки зрения «ты должна», является насилием. Потому что личность ничего никому не должна. Самое главное право личности – это право на свободу, на личную. Со скольких лет? Со скольких лет? Я не должна нарушать вашу свободу, но в целом моя свобода у меня есть. Когда заканчивается родительская, ты должна делать уроки, ты должна убрать свою комнату, ты должна погулять с собакой. Когда это кончается? А родительская ты должна? Ну, по идее, родительская ты должна должно заканчиваться, когда у тебя наступает полная деликтоспособность, как у гражданин или гражданки Российской Федерации. То есть возможность отвечать за все свои преступления и правонарушения в полной мере. Мы все знаем, что по некоторым видам преступлений правонарушения – это 14 лет, по некоторым – 18. технически, когда ты совершенно летняя я или совершенно летний, то ты полноправно отвечаешь за все свои преступления и правонарушения. И поэтому, если ты что-то там плохо сделал или сделала, то будь любезен отвечать за это самостоятельно. И здесь родители должны играть функцию как раз наставников, а не насильников. Просто все вопросы, которые вы мне задаете, они стандартные, многие задают, но мне они настолько непонятны. В моей собственной семье с малолет моих родителей со мной разговаривали на равных. Они мне никогда не говорили, что я что-то должна. Они со мной всегда это обсуждали, и я могла с ними не согласиться. И мне мой папа всегда говорил, что если ты со мной не согласна, просто докажи. Например, если у меня в комнате срач, и я не хочу там убираться, я должна была доказать, почему классно там не убираться. Если я это доказывала, это, конечно, было трудно доказать, но если я это доказывала, значит, ко мне не было никаких претензий. И у нас это было принято, и сейчас принято. Папа так с внуками общается. То есть я так с Машей общаюсь, но у нас нет. Нет, Машке сейчас будет 15 лет. У нас нет никаких должествований. То есть, окей, ты поела, не помыла посуду, это не проблема, помою тогда, когда захочешь. Но почему ее классно было бы помыть? Потому что это твоя тарелка. Вот и все. А не потому что я требую, чтобы ты помыла посуду. Хочется обняться с тобой и сказать, Ален, выпьем за любовь. Спасибо. Да, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok